Добрый день! Сегодня 31 декабря 2023 года, последний день этого года, а я продолжаю чтение письма. И два предыдущих эпизода мы говорили о том, что девушка заказывает себе мужчину и свою будущую жизнь, и каждой из троечки противоречия. То есть она просто вводит в заблуждение Вселенную. Что ж хочешь-то, родная? И я сегодня с утра прослушала от сегодняшнего числа расстановку Юлии Явлеевой, где она говорит про это же самое. То есть что вы от жизни хотите? Она говорила по поводу счастья. Вот счастье для вас что, девочка говорит, это тепло. И сейчас какое-то время ей предлагает. Юлия, ну Вселенная же может вам рукавички или носочки ввязаные, или оренбургский пуховый платок, это же тоже тепло. То есть нам кажется, вот эти детали несущественные, а на самом деле они очень существенные. Я по этому небольшому абзацу проговорила два раза по 15 минут или по 12 минут. То есть вы, пожалуйста, обращайте внимание, что и как вы составляете. А нашу героиню я еще раз хочу поблагодарить за ее письмо. Несмотря на то, что запрос, кажется, невелик, выполнить его очень сложно. Я надеюсь, что и героиня наша проработает свой запрос, и все наши слушатели. А теперь продолжение. Теперь перейдем к мужчинам. Да, хорошо я там остановилась. Какие у них были, на мой взгляд, достоинства? И почему я от них отказалась? Мнение девочек, которые нашли свое счастье, тоже очень интересно. Да-да-да, очень интересно. И в комментариях, и в отдельных посланиях, или просто в кусочках, которые я зачту на наших еженедельных стримах, добро пожаловать, что называется. Итак, кандидат номер один. Человек, с которым у меня была первая реальная встреча. Человек, который помогал мне материально. Выслал деньги еще до встречи. Я даже не могла представить, что так бывает. И что это случилось со мной. Как хорошо, что он это сделал. И очень у многих, кто не представляет, что такое может быть, такого не случается. Значит, где-то у вас на подсознании было, что вы ищете мужчину, который будет вас поддерживать материально, даже еще на периоде знакомства. С ним было интересно общаться. Я не испытывала к нему отрицательных эмоций. Он, кстати, тоже имел золотые руки. Итак, почему нет? У нас была первая встреча. А вторую, мы живем в одной стране, он переносил в течение полугода каждые выходные. Вот я приеду на выходных. Пятница подходит, сообщение. Извини, вызвали на работу. Приеду на следующие выходные. Потом заболел. Потом важная встреча. Потом заболела собака. Потом кошка у соседей. Потом муж сестры. И так в течение полугода. В это время я начала общаться с другим мужчиной. Да-да-да. Когда почему-то переносится встреча, мы не сидим у окошечка и не ждем. Где же ты, мой родимый? Когда там все выздоровеют, наконец, может быть, начнем уже леса соседние оздоравливать? Мы идем и ищем того, кто уже сейчас готов эти отношения развивать. Человек знает несколько языков по профессии, искусствовед, но не работает. У него депрессия. Он является наследником неплохого наследства, но не факт. Нет детей и бывших жен, братьев, сестер и вообще никаких родственников, кроме матери, с которой плохие отношения. Этот мужчина был не из интернета, а моим соседом. Мы общались, он помогал мне с документами в новой стране. Мы проводили очень много времени вместе. И однажды он прислал мне сообщение, что он в меня влюбился. Как хорошо, когда есть такие соседи, которые могут в нас влюбиться. Мужчина-мечта, подумала я, кроме депрессии. Депрессия – это и просто лень, и не просто мне есть на что пожить, потому как наследство мне уже отдали. Это может быть и заболевание. Посему отнеситесь к этому как к звоночку. Я пыталась построить с ним отношения, но я не смогла. Он был настолько странный, что я до сих пор удивляюсь. Может быть, поэтому у вас возникло необходимость сделать запрос, чтобы мужчина непременно работал. Например, я пригласила его в ресторан, потом в кафе, потом в музей, потом на футбол. Он сам меня никуда ни разу не пригласил. Девочки, мои лапочки, инициативу излишне не проявляем. Мужчина сказал, я в тебя влюбился. Вы ему говорите, давайте мы это обсудим. То есть меня очень порадовало ваше сообщение, что вы в меня влюбились. Мы тут еще и живем по соседству. Нам очень удобно развивать отношения, узнавать друг друга. Поэтому я хотела бы, чтобы вы продумали и озвучили мне план, как мы это будем делать. А то смотрите, что получается. Мужчина, ой, я в тебя влюбился. Ну, пошли тогда в ресторан. Ну, пошли в кафе, в музей, в театр, еще куда-нибудь. То есть вы можете сказать, мужчина, какие планы у нас на эту неделю? Вы хотите меня как-то потусовать? Я, кстати, до сих пор, вот до самой свадьбы Ларри говорила, а чего это ты меня на этой неделе никуда не везешь? Я, между прочим, еще замуж, а за тебя не вышла. Мы еще все третимся. Вот теперь надо новую фразу говорить, а чего это вы меня не тусуете на этой неделе? Я же ваша законная жена. То есть какая разница, кто мы им? Или метод, еще только узнаем друг друга. Пусть мужчина проявляет инициативу. Вам его надо просто подтолкнуть. Он предложил меня подвозить. Я обрадовалась. Но общественный транспорт ездил быстрее и удобнее. Он ехал условно из Петербурга в Москву через Омск. Это для наглядности. Да-да-да, через Омск далековато. Оказалось, что это все не в мою честь, а просто он такой странный. Не поняла? То есть он не мог прямой поехать, потому что странный. То есть один раз приехали и сказали, лапа, вообще на личной машине быстрее, чем на общественном транспорте, потому что транспорт делает остановки, впускает и выпускает людей, а мы едем с тобой по прямой. Поэтому давай проложим маршрут. То, как ты меня возил в прошлый раз, было утомительно. Давай сделаем. У него умер отец два года назад, до нашей встречи, в возрасте 83 лет. Это вело его в депрессии, и он перестал работать. Очень многие переживают родительскую потерю, вот так тяжело. У меня есть ближайший родственник. Это мой, наверное, внук или правнук. У меня же внучатые племянники, это со всех сторон. То есть это по отцовой линии. Это мой правнук. Он потерял матушку в возрасте примерно 30 лет. Она рано ушла, и он тоже не работал целый год. Но в силу того, что наследство на него не упало, он просчитал все, на что он будет жить. И понимая, что его сбережений надолго не хватит, он одну комнату в своей квартире сдал своему другу. С тем, чтобы он помогал ему этот тяжелый период пережить. У меня с Вовочкиной стороны, моего первого мужа, девочка была в депрессии после потери матери. Очень долго не могла работать. То есть говорить о том, что он просто сел, потому что у него есть деньги, мы тоже не будем. Каждый реагирует по-своему. Вот я даже уход мужа не дала себе расклеиться, а кто-то не может себя собрать в комок. Так бывает. Так бывает. Он очень начитанный и очень много говорил со мной часами. Я прямо возненавидела этот язык, потому что мой уровень иностранного языка не соответствует. Не понимала его, хотя понимала других людей. Лапулечка, я так думаю, что ему надо было просто сказать. Лап моя, я очень ценю, что вам хочется со мной поговорить. Но я бы хотела вам напомнить, я буду напоминать, если вы это будете вдруг забывать, о том, что уровень моего языка недостаточный для того, чтобы уловить все, когда вы говорите своим нормальным языком. Я очень вас прошу, подбирайте, пожалуйста, слова попроще. Если мужчина не догадывается, так бывает, ему кажется, ну это же слово все знают, но мы его еще не знаем. Вы переспрашивайте. То есть я до сих пор, я живу в этой стране 19 лет, мы с Лэри смотрим кино, всегда они идут с субтитрами, потому что если вдруг я что-то на слух не уловила, я по строчке найду это слово и могу сразу же спросить, если не поняла сути, что это слово значит. То есть смотрите, мужчина с вами, очень начитанный, говорит часами, вы не улавливаете. Он сказал вам фразу, вы говорите, а вот это слово что значит? Я его запишу, а я его выучу. Не надо возненавидеть язык. Нужно найти способы этот язык поднимать максимально быстро рядом с начитанным человеком. Вы бы натренировали очень высокого уровня язык. Просто нужно его останавливать. Вот это слово что значит? Он будет вам объяснять. Вы найдете, вы запишите, выучите его. Он ничего не умеет делать руками. Вообще договариваться он тоже не умеет. Он очень долго и много говорит часами. Это привело меня просто в бешенство. Он меня очень сильно раздражает. Есть еще много моментов, где он создал мне кучу проблем. Своей помощью, слава богу, мне удалось их решить с помощью других людей. Уже все нормально. Мы сейчас общаемся как знакомые, но если встретимся, то перекинемся парой фраз. Я ему очень благодарна за помощь. Если мужчина так сильно раздражает, то да, мы остаемся просто хорошими соседями и перекидываемся парой фраз при встрече. Он меня очень сильно раздражал своим поведением. Интересно ваше мнение, кто мог бы с таким мужчиной встречаться? Я имею в виду, это я какая-то, не такая. Идем дальше. Нахожу следующего мужчину. Я так думаю, что мы здесь остановимся, потому как там будет другой мужчина и другая ситуация. По поводу этого мужчины я прошу вас откликнуться из тех, кто бы мог ужиться с таким человеком. Я бы могла. Я сама очень болтлива. Я очень люблю поговорить. И мне очень нравилось, что все три моих мужчины все болтуны. Вот Лэри поменьше болтун, чем Женечка и Вовча. Но мне надо общаться. И я это в них очень ценила. У меня первый муж не умел руками совсем ничего делать. И чтобы он мне не создавал тех проблем, которые надо решать с посторонней помощью, я просто ему ничего делать не давала. Просто не давала. Не лезь, не тронь. Хотя я его научила элементарным навыкам. Он умел приготовить. Он умел погладить белье. И он умел даже вымыть окна. Потому что мы жили в том самом Омске, через который вас, мужчина, вас куда-то вез. И там окна надо было мыть достаточно часто. У меня не было времени. Он закупал продукты. Из них готовил. Я сказала, что он научился готовить. Я не могу сказать, что это были изысканные блюда. Но я взяла себе за правило. Пусть это будет сделано хуже, но не моими руками. У меня детки выросли очень чистоплотные из-за того, что я была занята. А папа их подключал к уборке комнаты тоже. Окна я не разрешала детям мыть, чтобы они, не дай бог, не вывалились. А все остальное. Я жила с таким мужчиной. Очень болтливый. Очень безрукий. Ничего никогда не умел решить. И если я когда-то его куда-то отправляла, зная, что там сидят в этом учреждении леди, и они к его неземной красоте отнесутся с благоговением, и он сможет порешать все вопросы, я только не записывала, что он должен сказать. Но я ему проговаривала и заставляла повторить. Причем у него память была идеальная. Я вам рассказывала, что у него не было никаких способностей к иностранным языкам. Вот совсем от слова, совсем. И он выучивал целые страницы наизусть. У него вот такая память была. И при этой памяти я ему все равно говорила, Вовча, повтори то, что ты там скажешь, и давай проработаем реакции твои, если прореагирует вот так, вот так или вот так. Я с таким мужчиной жила, но он никогда не впадал в депрессию. Но я думаю, что впадешь в депрессию, если еще и женщина-соседка, в которую влюбился, тоже отвергла. То есть я вот из тех категорий. Я из тех женщин, которая может с любым, пожалуй, ужиться, кроме очень жадного мужчины, кроме алкоголика или наркомана. Потому что там замутненное сознание, и уже выруливать его проблематично. А если он не напивался, и не кололся, и не нюхал, то да, все можно вырулить. Все можно вырулить. Но если он раздражал вас, то уже сложно выруливать, потому что надо со своими эмоциями справляться. Итак, продолжение следует. С вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока. С Новым годом.